В Казани назвали самых знаменитых персон города, искали людей творческих, активных, мыслящих и повлиявших на жизнь столицы. Каким образом проходили выборы, знает моя коллега Маргарита Петрова. Все просто, Лира, с помощью всего одной собаки и сотен казанцев. В столичной ратуши прошла церемония награждения премии ТОП-45, самые знаменитые люди Казани. На эту награду претендовали ученые, бизнесмены, люди из мира культуры и спорта. Те, кто за последний год отличился достижениями в своей области. Журнал «Собака» второй год подряд составляет собственный топ-лист самых знаменитых людей Казани. Ищет тех, кому интересны новые начинания, кто не боится действовать и уже совершил прорыв в своей области. Я разработал новый биоразлагаемый материал на основе природно-возобновляемых ресурсов. Это 100% новый природный материал. Он является пищевой средой для бактерий. Наши широты. Пакеты, придуманные Иваном Захаровым, растворяются в воде всего за пять суток. В отличие от полиэтилена, который разлагается 400 лет. Кстати, Иван здесь единственный изобретатель. А вообще среди номинантов и бизнесмены, и благотворители, и люди творчества. Главное научиться мыслить образами. То есть необходим определенный багаж начитанный, увиденный. Художник – это человек, который умеет слушать окружающих. Очень важно находить, так сказать, лидеров неравнодушных. Потому что это очень хороший, достойный пример для того, чтобы продолжать просто жить, творить и созидать. Поэтому победители выбирали сами казанцы. Голосовали на сайте журнала. Впрочем, уверен специальный гость премии, слава – это совсем не главное. В основе любого какого-то успеха, жизненного, карьеры какой-то, лежит огромная работа. Вот надо работать просто. Посоревноваться предлагают и школьникам. В республике презентовали уникальный проект – культурный дневник первоклассника. Его получат 40 тысяч татарстанских детей. Оформляя страницы документов, ребятам предстоит выполнить задания, раскрасить рисунки. Но главное – сделать записи о прочитанных книгах, о походах в музеи, театры и другие учреждения культуры. А в конце учебного года самые активные пользователи портала – культурныйдневник.рф – будут достойно отмечены. Впрочем, порадовать себя высоким искусством можно и не дожидаясь старта конкурса. Например, следующую субботу на концерте прославленного гитариста Дмитрия Илларионова и оркестра «Ля Примавера». Или в среду на открытии выставки про Первую мировую от Московского дома фотографии Ольги Свибловой. Спасибо. Это была рубрика «Культурный дневник» с Маргаритой Петровой. Продолжение следует...